Добрый день, дорогие друзья! 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 был приостановлен правительством и президентом прежними которые были в тринадцатом году и молодежь студенты а мы как раз находимся здесь в университетской аудитории я знаю что радио монас находится на территории прекрасного университета это молодежь студенты молодые люди вышли с протестом протест этот закончился сломом власти и отстаиванием права на выбор нового поколения большому сожалению борьба за свободу всегда тянет за собой и смерти и в этой борьбе погибло более ста человек были расстреляны на майдане в четырнадцатом году сегодня день памяти погибших мы чествуем их и в посольстве сегодня будет вечер памяти погибших я признателен за то что вы вспомнили и то дело которое за которой не боролись она продолжается и мы ведем развитие нашей страны по тому вектору который мы желали в те сложные очень непростые дни спасибо большое господин посол мы продолжим нашу беседу тема сегодняшней нашей программы будет двусторонние отношения украиной и кыргызстаном расскажите пожалуйста вот те ключевые моменты признавание республик года независимость украина к кыргызстану к кыргызстан украина это было 1991 году до 91 год это слом прежней системы слом советского союза и объявление независимости украинский народ провел референдум 1 декабря 91 года этим референдумом было определено более 90 процентов людей изъявили желание жить в свободном независимом государстве украину признали все страны мира в том числе и признание нашей независимости мы получили дружественного народа кыргызстана с тех пор в этом году у нас будет 25 лет с момента признания независимости установление дипломатических отношений с кыргызстаном мы очень ценим это и для украины не бывает больших или малых партнеров и в внешней политике для нас важно страна страна которая разделяет и поддерживает наши принципы поддерживает нашу международную политику за этот период у нас сложились очень хорошие отношения в плане и в политическом и в экономическом и в гуманитарном были подписаны соглашения в девяносто шестом году девяносто пятом девяносто шестом году девяносто пятом это экономический договор о зоне свободной торговли в девяносто шестом году договор о дружбе и сотрудничестве Сотрудничество с Кыргызстаном, которое является сегодня двумя базовыми документами, определяющими перспективу развития наших отношений. У нас достаточно большая база договорных документов, определяющих разные направления сотрудничества, как в сфере экономики, политики, сфере гуманитарной, туризм. И эти договора составляют уже более 40, хотя около 80 документов в целом было подписано. У нас есть большая перспектива, есть интересные проекты, и в частности соглашение о образовании, оно подписано было в 1996 году. Сейчас мы предложили его возобновить, поднять его на уровень межправительства, оно дает возможность обмена студентами, обмена преподавателями, взаимное признание дипломов. Это дает возможность быть открытыми для одной страны и другой. Значит, 44 международные документы подписаны? Более 40. Более 40. Более 40. И каких сфер услуги? Самые, как говорим, туризмы, экономической торговли? Для нас самый важный договор, который определяет наши отношения, это договор о зоне свободной торговли между Украиной и Кыргызстаном. И это дает возможность беспошлино отправлять продукцию как с Украины, так и с Кыргызстана. И географически одинаково? Абсолютно одинаково. У нас нет, в Украине нет никаких изъятий на поставку кыргызских товаров на территорию нашей страны. К большому сожалению, одна из групп товаров попала в перечень изъятий. Это сахар сфекольный украинского происхождения после вступления Кыргызстана в евразийское экономическое пространство. Там есть определенные ограничения при подписании таможенного союза Евразес. В целом, это дает возможность торговать, дает возможность поставлять, производить и создавать совместные предприятия между одной страной и другой. Украины туристический потенциал выше. Как думаете по этому поводу обмен туристов между Кыргызстаном и Украиной? Это важный вопрос, важный вопрос к гуманитарному сотрудничеству. И я мечтаю о том, чтобы он был более активным. К большому сожалению, сейчас я не могу сказать о каких-то больших прорывах в связи с тем, что нет прямого сообщения, авиационного сообщения между Киевом и Бишкеком. В 2014 году было приостановлено такое сообщение ввиду ненаполняемости рейса. Мы ведем переговоры с международной авиационной компанией Украины, МАО, о том, чтобы возобновить этот проект. Также у нас есть договоренности с украинской турецкой компанией Atlas Jet Ukraine, которая получила квоту на открытие прямого рейса Бишкек-Киев. И я очень надеюсь, что они реализуют свои намерения и мы сможем открыть такой маршрут. Мы также ведем переговоры с представителями аэропорта Манас. Они дают согласие на предоставление каких-то скидок и услуг для наших авиакомпаний. Я надеюсь, что этот процесс мы решим. Если он будет решен, это даст возможность потоку туризма. Конечно, потенциал Украины значительно больше по туризму. И мы готовы принимать и будем рады, если киргизские граждане могут ехать в Украину и открыть для себя Украину. Но, к большому сожалению, есть определенные моменты. Это информационный голод, который немножко... Или даже не голод, а определенные информационные блокады, которые иногда показывают не в нужном ключе Украину. Я не буду называть информационные ресурсы, которые это делают. Это важную роль играет информационно. Конечно, играет, поскольку вы знаете, что у нас сейчас очень сложные проблемы по восстановлению территориальной целостности. Аннексирован Крым, идет военный конфликт на Донбассе и спровоцирован нашим соседом. Это ограничивает возможность получения информации о том, что туризм может быть. Правильно. По этому поводу я хотел еще один вопрос добавить. Вот недавно министр иностранного отдела Турции Чао Шуолы был официальным визитом в Украине. Двусторонные были соглашения. Они договорились с Украиной, с Турцией, с внутренним паспортом. Вы знаете, Турция для нас это стратегический наш партнер. Очень важный и в плане экономического и гуманитарного сотрудничества. У нас идет огромный поток туристов на отдых в Турцию. У нас очень много турецких бизнесменов работает в Украине. У нас достаточно много создано предприятий совместных с турецким бизнесом по переработке древесины, по производству текстиля, обуви и так далее. Если вы побываете в Киеве, вы пройдете по старому подолу, вы увидите много магазинов турецких бизнесменов. И у нас работает очень много людей вместе с ними и в Турции. Это дает возможность нам сближаться с государством, нашим стратегическим партнером. Важный визит министра иностранных дел. И одним из самых главных достижений или договоренностей, кроме общей поддержки Украины в плане восстановления территориальной целостности, в плане поддержки Украины на международной арене, была достигнута договоренность о возможности обмена туристами и поездкой украинских граждан по внутреннему паспорту. Это очень важно, поскольку коммуникация с Турцией всегда была позитивной. Визу можно было получить в Турции за 5 долларов в аэропорту, или 10, потом 5, потом была отменена. Сейчас это отменяется даже ограничение, что въезд может быть по зарубежному паспорту. Это даст возможность более широкого потока граждан, туризм и образование. И это открытие для одной страны и другой страны друг друга. Это очень важно. Кроме этого, соответственно, диаспора турецкая, азербуржанская в Украине очень много. Безусловно, она достаточно велика, и она очень комфортно себя чувствует. Я знаю, что это действительно большая диаспора, работает в разных сферах бизнеса. И у них есть свои школы, у них есть своя церковь. У нас нет ограничений, у нас очень многоконфициальная страна и поликультурная страна. У нас никогда не было межэтнических столкновений и расовой неприязни. Многонациональная страна. Совершенно верно. Совершенно верно. Так что вы правильно отметили, что результаты этого визита дадут очень серьезный толчок на будущее. Как раз сейчас мы переходим в украинскую диаспору в Кыргызстане. Мы знаем, что в истории тоже больше века в Кыргызстан переселили славянских национальностей. Сейчас в Кыргызстане, Карабалте, Беловодске, очень много украинцев живут. Сейчас тоже существует украинская диаспора. Сегодня чем дышат украинская диаспора и отношения с посольством как? Вы правильно отметили, что более 100 лет назад, это было в 19 веке, в конце 19 века, 1885-1990 годы, было имперское переселение славянских народов. Здесь есть названия, населенные пункты с украинскими названиями, село Полтавка, село Беловодское. Украинцы начинали здесь... Иоанна Притеченко. Конечно, конечно, извините, у меня украинский язык звучайный. Да, поэтому это очень важно. И, в общем, составляло где-то 140 тысяч человек происхождением с Украины на 1991 год. По состоянию в этом году, по статистике, которую дает кыргызская сторона, 15 тысяч человек украинцев осталось. Многие уехали, многие, может быть, просто при смене фамилий, рождении, при браках, меняли просто, может быть, паспорта и так далее. Ну, я не знаю, какие там особые обстоятельства. Но еще находится достаточно мощный костяк украинских граждан, граждан украинского происхождения, живущих в Кыргызстане. Это граждане Кыргызстана, которые любят эту страну, которые строят эту страну и развивают ее культуру, вместе с тем привнося к культуру Украины. Естественно, они сейчас в политической, социальной, культурной жизни республики очень активно участвуют. Да, да, да. Я знаю, что в Кыргызстане здесь создана ассамблея народов мира, и в ассамблее также достойное место занимает и представительство украинской диаспоры. И газета выходит. Выходит газета. Есть радиопередача Бирогини, которая также рассказывает о жизни украинской диаспоры. Отношение посольства, посольство открыто для работы с диаспорой, и буду рад, если они будут более активными. Мы ждем, проявляем свою инициативу. Хотели бы, чтобы была инициатива с их стороны, хотя каждый человек занят на своей работе, и есть определенные сложности найти свободное время в чем-то. Но они всегда активны в тех проектах, которые проводят посольства. В частности, сегодня мы говорили о Днях памяти воинов Небесной сотни, героев Небесной сотни. И я надеюсь, что сегодня представители эти диаспоры будут у нас посольствием, и мы проведем такую памятную панахиду по этим героям. Кстати, указом президента Кыргызстана Атамбаевым, этот год объявлен годом нравственности, культуры и воспитания. Украинской диаспорой, думаем, что активно они начали реализовать эту программу. Вы знаете, это важный указ, который издал президент Кыргызстана. Он акцентирует внимание на том, на что необходимо обращать внимание. Мы в нашем активном потоке работы на экономическом направлении, зарабатывании денег, обеспечении семьи, иногда забываем обращать внимание на такие судьбоносные вещи. В каждой религии, а здесь исповедуется также и не только ислам, а как основная религия, есть и христианство, есть основы этой нравственности и культуры. И важно, что они обращают на это внимание. Мы планируем в рамках этого проекта культуры и нравственности в апреле месяце провести в Кыргызстане показ украинской современной одежды. Мы уже договорились, посольство уже имеет определенные договоренности с украинским дизайнером, очень известным Федором Вазиановым. И мы планируем в апреле месяце, где-то в середине апреля, пригласить наших коллег дипломатов, аккредитованных в Кыргызстане, наших друзей, интеллигенцию, людей, кто интересуется модой, и показать другую сторону культуры и одежды, которая сегодня очень активно развивается в Украине. Это даст возможность соединить эти культурные связи и укрепить их. Я очень надеюсь, что после этого показа будет партнерство по производству, по реализации, по показам и по привлечению киргизских моделей для участия в показах в Украине. Мы в прошлом году проводили такое мероприятие в апреле месяце, показ украинской одежды, демонстрировали киргизские девушки, студентки. Это был настоящий сюрприз для украинских почитателей моды. Я сделал в Фейсбуке информацию, мы получили массу откликов, и сейчас получаем пожелания киргизской стороны, давайте сделаем проект еще раз. Поэтому, надеюсь, вы будете нашим гостем. Да, обязательно. Наверное, это часть из культурных мероприятий, культурологических посольств, да, проводим? Это одна из частей, одна из частей, и мы планируем... И в мае еще ожидается. Мы в мае месяце, у нас традиционно в мае месяце, 3-4 мая, проводится Международный день вышиванки. Вышиванка – это символ Украины, это своего рода символ протеста, против давления на украинскую культуру. Начиналось как символ протеста, подтверждение принадлежности себя к своей культуре, к своим корням. И в этих вышитых крестиках, вышитых орнаментах заложена мифическая, даже мифологическая история, которая еще была присуща украинским предкам. И я надеюсь, что мы в апреле, в мае месяце увидим наших друзей в украинских сорочках. У нас будет пропуск в посольство на прием. Это украинская вышиванка. Сразу видно будет встречаться с кем. Да, украинская вышиванка. И это будет возможность объединить людей, людей разных культур. Но мы готовы показать свою культуру. И это будет очень хороший культурологический проект, на который мы рассчитываем пригласить многих наших друзей и показать современное лицо украинца с этой вышиванкой. Это духовная связь культуры многих поколений. У нас в каждой семье, в частности у меня, у моей дочери, есть вышитая сорочка ее бабушками. И есть вышитые сорочки прабабушками, которые в семьях сохраняются. Вышивали руками, делали ткань руками и так далее. И это как оберег. Это оберег человека от всяких невзгод. Человечный полномочный посол Украины в Кыргызстане Микола Дорошенко. Уважаемый господин посол, прежде чем перейти в другой вопрос, мы попросили на украинском языке своим соотечественным кое-что сказали. Дорогие мои спевичезники, шановные коллеги, друзья, украинцы, которые живут на территории Кыргызстана, которые слушают меня, я витаю вас в Кыргызстане. Посольство Украины для вас завжди открыто. Буду рада бачить вас нашими гостями. И в разе, если есть потреба помощи, мы завжди ее вам надамо. Разом с тем, я хочу до вас вернуться, помянути сегодня героев Небесной Сотни, которые отдали свое життя за свободу и независимость Украины. Независимость Украины нужно выборвать. И иногда эта борьба вимагает и жертв. И жертвами есть люди, которые хотели бы сделать эту страну светлую, красивую и процветающую. У нас много молодых загинуло в этот час. Я прошу вас, объединяйтесь навколо того, чтобы помочь Украине и донести этот сигнал, что мы боремся за свою свободу. Спасибо. Мы знаем, что в этом году Евровидение проходит в Украине. Будет проходить? Да. Об этом немножко, пожалуйста. Вы знаете, виновницей проведения Евровидения является гражданка Кыргызстана, не уроженка Кыргызстана. Я прошу прощения, я делаю поправку. Джамала Джалидинова, которая родилась в Оржском регионе. И до 1992 года ее родители жили здесь. Здесь жила ее бабушка во время выселения крымско-татарского народа с Крыма. Она победила на Евровидении в прошлом году. И после победы обязательно первое место переходит в Украину. В Азербайджане был проект прекрасный. Я приветствовал Азербайджан в других странах тоже. И сегодня, в этом году планируется этот проект. Он будет проходить с 9 по 11 мая в городе Киеве. Уже начались отборные туры. Уже фактически у нас прошли полуфиналы по отбору кандидата основного для участия в этом проекте. И победитель в финале будет представлять Украину. Я очень надеюсь, что будут участники хорошо удивлены, по-хорошему удивлены тем уровнем организации, которой будет представлена Украина. Кстати, сегодня я хочу поздравить граждан Кыргызстана. Поздравить с тем, что вчера во время отбора у нас в Украине проходит песенный тур «Голос Краины». И в этом «Голосе Краины» отбирают лучших, талантливых, молодых исполнителей для того, чтобы определить победителя в этом конкурсе от Украины. Принимала участие певица Саламат Аширова с Кыргызстана. И она прошла в отбор, получила право быть у продюсера Потапа, реализовывать свой проект. Я вас поздравляю и надеюсь, что у нее тоже есть шанс быть «Голосом Украины». Это будет здорово, если кыргызская исполнительница станет «Голосом Украины». Спасибо, господин посол. Перед последним вопросом к вам. Участие Украины в игрок-очевниках. Спасибо вам за этот вопрос. Это важно и интересно. Была наша команда, было 24 атлета. И эти 24 атлета уехали домой с медалями. Серебро, там было одно золото, бронза. И они для себя открыли невероятное... Для них было большое открытие и участие в таком проекте. И я провожал эту команду. Главный тренер обращался ко мне, что они хотят приехать в Кыргызстан на тренировки перед европейскими турами, перед европейскими чемпионатами или мировыми чемпионатами. Здесь хорошая база. Учитывая горную местность, здесь есть возможность выработать, наработать на себя. Там у спортсмена есть меньшее количество кислородов, попадает в кровь. И внизу это будет активность. Это как природный допинг. Доза, да. Они изъявили это желание. Я признателен Кыргызстану за приглашение. И участие наших ребят и наших атлетов было замечено не только в Кыргызстане, но и в Украине. В конце мы хотели ваши пожелания нашим слушателям, зрителям. Я признателен вам за то, что вы меня пригласили. Я признателен инициатором открытия этого проекта, медийного проекта, радийного проекта, в котором вы работаете, который открывает разные культуры. Культуру страны, историю, религию, взаимоотношения этой страны с Кыргызстаном и с миром. И только через вашу передачу мы можем донести основные сигналы и открыть страницы, неведомые для многих. Мы говорили с вами о туризме, можно говорить о музыке, о театре, о традициях, которые есть и так далее. У нас еще впереди может быть очень много тем. Это даст возможность в формате вашей программы заинтересовать ваших зрителей и сделать рекламу для них той или иной программы или страны и возможности участия в этих программах. Я приветствую и признателен вам за эту инициативу. Надеюсь и уверен, что ваш проект будет очень успешным. Большое спасибо господин посол, уважаемые друзья, наш гость передачи был посол Украины в Кыргызстане Микола Дорошенко. Сайден динамер, сегодня программımızın мисафири Украина'н Кыргызстан бюйк элчиси, сайин Микола Дорошенко, и кэнсине дэ тешэкюри дарис. В билькестаха görüşмей юзеределим. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо за приглашение. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok